2012 год, апрель. Тогда губернатор края Александр Карлин утвердил план концепции «Барнаул – культурная столица Юго-Сибири» и обрисовал ее формат словами «А не замахнуться ли?». За следующие пять лет наш город должен был стать туристическим раем. Десяток обновленных исторических объектов, новые памятники и Барнаульский Арбат на улице Льва Толстого с продолжением на Ползунова. Решение о создании пешеходной улицы, оно будет работать на две задачи. Во-первых, обеспечить максимальную сохранность объектов, во-вторых, создание исторической зоны прогулочной. Улица Ползунова в целом прочили большой потенциал. Мало того, что здесь расположен бывший сереброплавильный завод, в корне изменился бы краеведческий музей. Его территорию планировали увеличить чуть ли не втрое, расширить площади за счет пристройки и воссоздать в натуральную величину паровую машину Ползунова. В списке на реконструкцию этот музей значился первым. Еще бы, ведь ему 195 лет, один из старейших в Сибири. Здесь хранят историю заселения региона, развития промышленности, золотого века Алтая. В коллекции почти 200 тысяч экспонатов, но гости видят лишь малую часть. От общего количества до 7 процентов, потому что от 200 существует музейный закон, по которому на одном квадратном метре может экспонироваться не более шести предметов. Недостаток площадей, проблема острая и давняя. Вот уже век, как одно поколение сотрудников обещает по-следующему расширить и обновить здание. Но затяжное строительство нового здания другого художественного музея краеведчески сдвинуло на второй план. В 2016 году, когда со стен памятника архитектуры начала осыпаться штукатурка, власти края на ремонт фасада выделили 800 тысяч рублей. Но внутри музей продолжает разрушаться. Состоянием исторического памятника возмущены уже и посетители. Треснутая штукатурка, особенно на потолке второго этажа, скрипящие неровные полы. Ремонт необходим в первоочередном порядке. Вопрос о комплексной реконструкции музея власти края поднимали не раз, но ни один из проектов федерация не утвердила. Причина – слишком большие амбиции и недостаточная архитектурная проработка. Планы одно, а вот результаты художественного музея, они показывают, что когда начали делать, оказалось, что некоторые вещи невозможно отреставрировать. Пришлось фактически это уже делать новодел, новострой. Если с школой так еще можно, то здесь так уже точно не получится, потому что памятник 19 века. На разработку современного проекта, который создают уже год, власти края выделили 2 миллиона рублей. Планы намного скромнее и реалистичнее. Ремонт самого здания, благоустройство территории и создание новой экспозиции по другому адресу, куда музей приедет на время ремонта. Процесс это сложный, делится директор музея из-за федерального статуса памятника. О перепланировке придется забыть, но снесут боковые пристройки. Кирпичная кладка уже крошится. Это нерационально восстанавливать их. Но за музеем будет увеличена площадь ныне действующей пристройки. Возникает вопрос, сколько денег потребуется на воплощение новых планов и как их реализовать. Ведь концепция развития культуры, срок которой истекает через пару недель, так и осталась на бумаге. А для воплощения нового проекта нужно попасть как минимум в краевую инвестпрограмму. Получается, замах властей на высокий статус культурной столицы Юга-Сибири пока так и остался замахом. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.